Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений, вы на канале Коршун из Санкт-Петербурга. Здесь я помогаю переезжать вам в северную Венецию, в самый красивый город на земле, в Петербург. И сегодня в ролике мы с вами с улыбкой, с хорошим настроением, с позитивным настроем поговорим о недвижимости. Предлагаю сегодня в ролике посетить локацию с сомнительной транспортной доступностью, с высокими ценами, ну и с красивым названием. Едем мы в Балтийскую жемчужину. Ребята, сейчас информация для общего вашего развития, ну и для тех людей, которые планируют переехать в Питер. Сейчас в последние дни октября у нас в Петербурге еще не было заморозков, достаточно тепло. И вот стоит вот такая сырая какая-то то ли дождь, то ли изморозь, погода. И вместе с тем, ну комфортно, вот честно, жить можно. Самое главное, что не холодно, не ветрено. Я к тому, люди, которые рассказывают вам, что в Петербурге ужасная погода, не верьте. Смотрите Коршуна, он вам правду всю расскажет. Про Петербург, про жизнь здесь, про погоду, про цены, про недвижимость. Вся актуальная информация только у вашего автора. Потому что я сам здесь живу. Сходу скажу, самый главный минус объектов, куда мы сегодня с вами едем, это транспортная доступность от центра. Ехать мы будем сегодня очень долго. Значит, стартуем от станции метро Ладожская, доезжаем до Достоевской, затем по красной ветке до станции метро Автова, она очень красивая, обязательно на нее полюбуемся. Потом садимся на трамвай и пилим вот сюда-сюда, вот куда-то вот здесь, чтобы вы понимали, относительно вот этой карты. Далеко, ребят, реально далеко. У дорогу дальнюю, как там, коршуну лететь, песенку прощайную, как ему не спеть. Надо денег положить на проездной. Гроши, гроши, где брать эти чертовы гроши, да? У нас 40 рублей осталось. Сегодня метро будет и автобусы, и троллейбусы, и трамваи, поэтому надо положить, давайте 500 рублей мы киданем, да? Чтобы наверняка хватило. Далеко проездной не прячем, потому что, когда выйдем из метро, нужно будет дальше ехать на трамвай. И ехать прилично, зайцем не получится, ребят, проскочить, потому что наверняка маршрут долгий будет контора. Мы в поезде. Смотрите, какая красота, мы на станции Автова. Открывайте дверь быстрее, открывайте. О, итак, ребят, влюбуемся, смотрим. Если купите квартиру в Балтийской жемчужине, вы можете, вы будете здесь, скажем, проходить регулярно, смотреть вот на эти потрясающие люстры, на хрустальные, реально хрустальные колонны, да? Ну, действительно красиво. А сейчас немножко пару слов о транспортной доступности. Ребят, смотрите, красная ветка, она загружена в Питере. Плюс туда дальше еще популярные станции, это проспект Ветеранов, Ленинский проспект, да? В общем, в час пик, если будете сюда приезжать, в центр прям придется вталкивать тебя в вагон, потому что людей едет много. Это одна из самых первых станций Петербургского метрополитена. В общем, строили тогда красиво, да? Вышли из метро, друзья, нам нужно с вами перейти дорогу. Вот там, вот за этим киоском подземный переход. Почему машины ездят по тротуару? Вот вы не знаете, я тоже не знаю. У нас сейчас с вами есть выбор, поехать на автобусе, да? Но, предупреждаю сразу, особенно после обеда будут пробки, можно встрять, либо вот за этим домом останавливается трамвай. И он идет по выделенке, я считаю, более надежно нас с вами довезет. Да, точно без пробок. Вот они, трамвайные пути, вот наша остановка. Транспорт ходит часто, то есть буквально 2-3 минуты. И вот я уже вижу, он вдалеке идет следующая гусеница. Сейчас пока шел от Петро сюда, да, встретил зрительницу. И она постеснялась сказать что-то на камеру. Ну, в общем, я у нее спросил, нравится, не нравится Балтийская жемчужина, куда мы сейчас с вами едем. Она сказала, что она довольна. И вы переехали бы, допустим, сюда ближе к центру, к автово. Она говорит, нет, ни за что. Почему, говорит, там очень зелено, тихо, спокойно, здесь шумно. Там удобно то, что ты можешь в Петергофсе есть, в Александрию, говорит. Я, ну, человек уже, скажем так, на пенсии, говорит, мне там нравится больше. А я говорю, вас не смущает то, что, ну, грубо говоря, дорога до центра, говорит, нормально, говорит. Я привыкла. Вот так, ребят, понимаете, есть такая поговорка, вот где, скажем так, где я сел, там и прикипел. Поэтому вы те минусы, которые я вам сегодня озвучиваю, скажем так, не глобализируйте. Они есть, но с ними можно смириться, хорошо? Вот, 36-й, она мне, кстати, подсказала, что, простите, она подсказала мне, что на нем мы доедем. Ну, вот так, ребят, смотрите, метро 50 и здесь 44. 100 рублей в одну сторону. Туда-обратно на работу съездил, 200 рублей заплати. А, скажите, а до Балтийской жемчужины доедут? Ну, уже заплатили, значит, доедем. Спасибо. Мы сейчас по мосту едем, а это, а это железная дорога, но зато дальше, там прям дома, новые, красиво. В отличительная черта юга Петербурга, допустим, от того же севера, что здесь посвободнее, больше простора, шире улицы, да, больше зелени. Немножко ностальгия. Я, когда переехал в Петербург, 13 лет назад, мое первое место работы было вот в этом здании, в Максидоме, я продавал краску. Проезжаем проспект Маршала Жукова, очень пробочное место в Петербурге. Ну что, ребят, мы на подъезде, слушайте, первое впечатление, очень зелено. Посмотрите, какой лес настоящий, да. Коржун улыбается. Ребят, ну, вот первое впечатление, очень красиво. Посмотрите, дома новые, чистые, да. Простор такой, прям свобода. Мне нравится, да. По транспортной доступности, ребят, сразу скажу. Смотрите, минут 20 с комфортом на трамвае, минут 20, если правильное время ехать, тоже с комфортом на метро. Плюс из дома выйти, дождаться, там пересадка. Час, дорога от дома до центра. Если вы будете работать в пятидневку, в принципе, ребят, нормально. Не успел я выйти, меня встречает вот такой, действительно, красивый дом. Посмотрите, забор, помимо того, что он металлический, так еще и они высадили туи, чтобы не видно было, что там происходит. Классное решение, мне нравится. Окна большие, да, низкоэтажная застройка. Это 100% бизнес-класс. С другой стороны обошел, смотрите, здесь такая вот прогулочная зона. У многих людей окна выходят на воду, на канал. Короче, одни плюсы. Страшно, страшно заходить, смотреть, сколько реально здесь стоит квартира. Но давайте, ребят, рискнем, да, попробуем. Итак, цена. Четырехкомнатные квартиры. Меньше, к сожалению, здесь не построили. Внимание, 41 миллиона рублей. Ох, да. Если у вас есть деньги, можете смело покупать. Останетесь довольны, ребят. Место, место просто волшебное, да. Что за чихпык тут плавает. Это ощущение, что тонет он. У кого есть деньги, кто хочет перевезти родителей в Петербург, но чтобы было потише, поспокойнее, да. Кто сам любит вот такое умиротворение, спокойный образ жизни. Ребята, рассмотрите данный объект. Неплохо. Немножечко поворачиваю камеру, соседний дом, сразу видно, да, что не так пафосно, дорого, а богато. И вместе с тем неплохо по окнам вижу, что потолки высокие. Значит, смотрите, здесь продается двушка, 64 метра за 18 с половиной миллионов рублей. Цена за метр 290 тысяч. Гаишников нет на корж, она перебегает дорогу, не положено в месте. Не надо делать, ребят, не надо. Не нарушайте правила. Что, зайдем во двор, посмотрим, да. Как здесь живут люди? Ну, первое впечатление, конечно, ребята, машины, машины, машины. Это не очень хорошо. И какой-то асфальт, бетон, ну, два дерева сидит. Могу сказать, что управляйка работает идеально. Ни мусора, ни пластика. Такое ощущение, что вот только дворник ушел, ну, в общем, чисто. Здравствуйте. Я блогер про недвижимость снимаю. Можно у вас вопрос спросить? Я вас снимать не буду, просто спрошу кое-что. Спрашивайте. Сложно ли в саде в школу здесь устроиться в этом районе? Вообще невозможно, да? Сложно. Сложно? Вы в очереди стояли, да? Да, в родине. Ясно. А в школу не знаете? Никто вам не рассказывал, как здесь? В школу, ну, можно, по прописке можно. А в прописке? Ясно. А много детей в платье? Везде, 35. 35, да? Переехали бы в другую часть Петербурга отсюда? Нет, нам нравится здесь. Нравится? Я ехал почти час из центра. Нас не смущает. Не смущает, да? Ладно, спасибо. Вот, Коржин, что и требовалось доказать. Привыкаешь к одному месту и кажется, вот лучше в Питере дома, квартиры, где я живу, не существует. Ну, есть такое у нас, у каждого. Ну, и вместе с тем, ребят, честно, мне здесь нравится. Мне реально, вот, я впервые здесь, в этой части локации, ну, так подробно, да, остановился. Городом, реально, вот, первое впечатление, оно приятное, да? Хочется остаться, хочется побыть, хочется дальше ходить, снимать, вам показывать, рассказывать. А сейчас быстренько маленькая рекламная пауза. Донаты, Коржин, спасибо за поддержку. Так, аноним отправил 300 рублей, спасибо. Здравствуйте, Евгений, смотрим с женой ваш канал, нам очень нравится, спасибо за вашу работу. Живем в Беларуси, в городе Солигорск. Солигорск, родина, ну, я сам из Беларуси, рядом с Минском жил, да? Ну, в любом случае, спасибо, что смотрите меня. У супруги 24-го, 10-го, день рождения, если можно, поздравьте ее в ролике. С днем рождения моего маленького любимого Коршуна. Счастья, здоровья, всего самого лучшего, отличного настроения. В общем, спасибо, спасибо, что вы у меня есть. И еще один донатик, аноним отправил мне 300 рублей. Женя, привет, из Гатчины. Гатчина, здорово. Так, если будете у нас делать какой-нибудь обзор, это вам на дорогу, вы классные. Про Гатчину, ребятки, я снимал, посмотрите на канале, есть выпуск где-то год назад. Мне понравилось, честно, мне понравилось за счет того, что там электричка, и ты стабильно можешь доехать без пробок к Балтийскому вокзалу. Вот оттуда, с тех домов мы с вами сейчас идем. Набрел я вот на такой торговый центр. Внешне, конечно, все красиво смотрится с лоском. Однако, ребят, предупреждаю сразу, в Петербурге, да и в Москве бывает такое, что внешне красиво, вовнутрь заходишь, реально как в деревню какую-то попал. В запах, вонь, грязь, как шаверма. То есть, прям вот такой совдеповский рынок. Давайте зайдем, посмотрим, что здесь. Я ни разу не был. Ну, достойно, неплохо, очень неплохо. Могу сказать, что куда-то в центр ехать, но вот по первому впечатлению я не вижу необходимости. И еще приметы, то, что такого центра хороший, это туалет. Он чистый, плюсик. Еще одна примета, это трафик. Как видим, будний день люди ходят, шоркаются, да, что-то покупают. То есть, значит, 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 достойно. Терпеть не могу, все магазины. Просто зашел показать, все, выходим, выходим, выходим. Ну что, ребята, сейчас давайте немножко рубрика «Доступное жилье», ну, я имею в виду цены. В этом доме продается студия на маленькой, 24 метра, и вместе с тем, своя полноценная квартира за 5 миллионов 800 тысяч рублей. Внимание, цена за метр 240 тысяч. Еще популярная категория квартир, это однушки, ну, вот здесь цена, ребят, вообще как космическая, 10 700. Ой, и цена за метр 300 тысяч рублей. Вот так. Почему так происходит, вы спросите, да, студия в два раза дешевле. Ребят, здесь ключевым фактором является спрос. Все-таки, ну, комфортнее жить в однокомнатной квартире, чем в студии. И из-за этого, соответственно, люди гнут цену, потому что понимают, что желающих купить больше. Вот, вот так. Ребят, коршун допадет везде, зашел в подъезд, два лифта, но они маленькие. В лифте чисто, стекло тоже не заляпанное, и вместе с тем, есть какая-то доставка, подъем мебели, ребят, узкие лифты. Даже вот я, велосипедист, представляете, и что, вот как спускать велосипед с 19 этажа. Это, конечно, и минус. А цены мы с вами видели, здесь миллионов за однушку. Здесь достаточно чисто, но только все почему-то в каких-то бумажках. Уведомление о нарушении правил пожарной безопасности. А, это то, чтобы не хранили вещи в коридоре. Сейчас посмотрим. А, вот это велосипед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один с квартир на этаже. Это много. Лыжные палки кто-то хранит. Велосипед не пристегнут. Вот так. Но чисто, чисто, ребят. Ну, потому что в студии вещей много у людей, поэтому, видите, выставляют все на этот, в коридор. Блин, как я ненавижу мусоропровод, ребят, вы не представляете. Он хоть, он работает или нет? А, он заваренный. Да, он заваренный. Это что у нас с вами оставлено? Краска, даймонд и коробка пиццы. Уже и не вынести, да, вот люди? Давайте посмотрим, что у нас здесь. О, а здесь у нас вид на Санкт-Петербург. Коршуны, коршуны, смотрите. Залив! Мы с вами туда сейчас придем. Ребят, смотрите, какая красота. Вау! Да, если квартиру удачно подобрать, с видовыми вот этими характеристиками, смотрится, ребят, восхитительно. Я прям вижу, как корабли плавают по заливу. С высоты, конечно, видно лучше. Я просто смотрю, насколько все-таки зеленое место. Там вот, смотрите, еще один огромный большой парк. Вон, видите, деревья, да? Ну и, так как он, как муравьи маленькие люди ходят, да? Машинки ездят. Пожарная лестница. Ой, господи, ребята. Тут, походу, рабочие что-то делают. Видимо, подкрашивают, потому что остались... Что-то осталось, да? Вот так. Без закласси управляющей компании не открывать. Опечатано. Кому-то плевать, открыли. Вот так. Но, в целом, если вот не этот мусор, достаточно видно, что ухаживают. Подкрашивают, во всяком случае, да? В общем, управляйка... Это люди виноваты. Видно, что следит. Чувствуется, конечно, что дому уже почти 20 лет. Пошарпанность. Вот что-то погнуто, да? Лифты маленькие. Конечно, сейчас уже другие стандарты. Сейчас немножко по-другому строят, да? Другие пожелания. А цены, как видим, 10-700 за однушку. Это на голову людям не упадет, ребята. Оно прям отклеилось. Так, ладно. Возвращаемся. Стой, стой, стой. Возвращаемся в лифт. Так, у нас с вами первый этаж. А я иду, шагаю по Петербургу. И я пройти еще смогу. Тай-та-тай. Просторно очень, да? Высокие дома. Понятно. Это, конечно, ребят, немножко минус. Потому что пробки, трафик. Люди. Но, заметьте, их не так здесь и уже и много. Прям не верится, что я нахожусь в Питере. Аж вот где-то вот чувствую, что пригород какой-то. Нет, это Санкт-Петербург. Ребят, и смотрите, вот три этажа. Водичка, кустики, лес, да? Там парк. Неплохо. Но машин, ребят, честно, есть достаточно много. Мы прилично с вами отошли от места, откуда начинали видео, да? Ну и заметно, конечно, немножко, ребят, разница. Там газон выкашан. Здесь уже пошел бурьян. То есть, видимо, никому не принадлежит эта земля, да? У меня, знаете, что еще? Скажу так. Мой любопытный взгляд, на что обратил внимание. Люди в этом болоте ловят рыбу. Ну, явно не есть ее будут, да? Ребят, ну, это хобби. Ну, в любом случае, если есть рыба, значит, уже озеро не отравлено. Свободно, да, много места. И вместе с тем нет деревьев. Вот конкретно в этой точке, это проспект Героев, да? Нет зелени, дома, дома, дома. И еще то, что меня расстраивает немножко. Я думаю, мы отойдем. Увидим более демократичные цены, ребята. Нифига. Не хотят продавать дешевле, не хотят падать цены. В общем, однушку в этом доме тоже продают за 10 миллионов 100 тысяч рублей. Недешево. Все-таки новое жилье есть новое. И мне понятно, почему спрос на эти квартиры выше, чем на те же хрущевки, да? Пусть даже рядом с центром. И вместе с тем, ребята, приятно посмотреть. Вы знаете, какие чистые, яркие фасады. Я иду, улыбаюсь. У меня хорошее настроение, да? Потому что в чистом красивом месте нахожусь. Жилой массив огромный. Транспортно доступный, сами понимаете, ребят. Ну, не самое лучшее. Интересно, сколько здесь стоит снять квартиру себе? Вот зашел, смотрю, ребят. 37 тысяч рублей за однушку. Я могу сказать, что на сегодняшний момент это недорого. Потому что если мы рассмотрим каком-нибудь Девяткино область, да? Ну, там рядом с метро. Там однушки сейчас сдаются. Можете зайти проверить, сколько она на сайт. Там сейчас однушки сдаются по 40-45 тысяч рублей. Да. Вот так. Поэтому это нормально. Мы с вами как-то шли-шли-шли. Я и не заметил, как очутились в какой-то... Ну, извините за сравнение. В деревне. Прям тишина гробовая. Ну, то есть нет движухи. А мне нравится. Я люблю, когда спокойно. И обратите внимание, какие, опять же, невысокие домики. И по-любому будут космические цены. Сейчас зайду просто ради любопытства, посмотрю, сколько здесь стоит себе купить квартиру. Ну, и, собственно, я был прав. Это бизнес-класс. В общем, двушка без отделки. Продается здесь за 20 миллионов рублей. Цена за метр 290 тысяч. Неплохо, ребят. Честно, очень неплохо. Вот я смотрю, как здесь тихо, спокойно. Мне нравится. Давайте к заливу выйдем. Я единственное хочу предупредить людей, которые вот в таких домах покупают себе квартиры. Дом новый. Все они, ну, квартиры без отделки. И первые два года вы будете слышать жужжание уже постоянно. Потому что люди будут делать ремонт. Это вот готовьтесь к этому морально. Видимо, место совсем свежее. Класс. Дальше как? Нет, ребят, мне этот забор не остановит. Сейчас с вами перелезем. Самое главное не порвать куртку. What? И я лег на землю. Холодно. Заборы не понаставили. Ну что, ребят, хотите жить рядом с такой красотой? Да? Скажите, Женька, ты нам показал цены. Что-то это не очень. Ребят, недвижимости в Питере много. И не пугайтесь вот этих космических цен. Допустим, это, понятно, это дорогие квартиры. Если мы рассмотрим с вами вот ту локацию, там уже конец Ленского проспекта, там подешевле можно что-то будет себе найти. Потому что более эконом изначально строилось класса жилье. Это, ну, это видно, что это премиум, бизнес, дорогой район, поэтому, соответственно, и цены гнут, да, потому что, скажем, более престижно жить на этом клочке земли, чем с той стороны. Самое главное, иметь намерение и желание переехать в Питер. Если вам будет нравиться Финский залив, вы будете сюда приезжать, гулять здесь, дышать этим воздухом каждый свой выходной день. Поверьте, поверьте человеку, который живет 13 лет в Питере. Поэтому пусть вас это не останавливает. Вывод. Купил ли бы я себе квартиру в Балтийской жемчужине? Друзья, простите, пожалуйста, но мне принципиально важна шаговая доступность до центра. То есть я должен ходить пешком. Поэтому лично мне не подходит данное место. Однако, мы с вами разные. И если бы не эта моя особенность, по всем другим пунктам, которые я сегодня вам озвучил, мне место понравилось. Очень понравилось. Вот прям хочется сюда приехать, прогуляться еще раз. Вот прям такое чувство у меня возникло. Поэтому рассматривайте данное место, данную локацию, подбирайте себе квартиры. А если вдруг вам нужна помощь, обращайтесь ко мне, я помогу вам это сделать. Либо вы продаете здесь квартиру. Пишите, я приеду, сниму обзор на ваш объект и выложу бесплатно у себя на канале. Так что, ребята, обращайтесь, рад буду помочь. Таким образом, ребята, укрепляются берега. Потому что нагонная волна очень сильная, ребята. Она прям может размыть и неплохо берег. Потом видите, какие сейчас технологии. Когда Ваську намывали, сейчас она не видна, там просто камнями все уложили. А здесь прям, видите, вот такие бетонные укрепления делают. А сейчас я хочу обратиться к коршунам, которые ни разу не были в Петербурге и вживую не видели вот эту красоту. Видим, вон, небоскреб стоит, да, небо подпирает. Рядом с этим зданием сдается посуточная квартира, да, напрямую от собственника. Вы там можете пожить и выходить, смотреть вот-вот на это все только с той стороны, на Финский залив, да. Вконтакте собственника есть у меня, мой WhatsApp, Telegram внизу. Пишите, не стесняйтесь, помогу сконнектиться, да, общайтесь вы лично со мной. При заселении, если вдруг вам потребуется регистрация, ну, всякая, ребят, жизнь не бывает, сходим в паспортный стол, официально вас зарегистрируем. Не хочу отсюда уходить, вот просто хочется посидеть на камушке, полюбоваться на залив. Ой, как мне повезло, в каком красивом месте я живу все-таки. Так, ребят, ладно, обнимаю, целую. Через пару дней жду на канале, мы сейчас с вами разобрали юг города, надо будет с вами съездить, да, чтобы контраст был. И покажу вам север, что творится где-нибудь там, метро Просвещение, там, Выборгский район. Так что через пару дней жду, заходите, сниму новый обзорчик. Все, ребят, спасибо, что вы у меня есть, спасибо, что смотрите, пока-пока. Скоро увидимся в самом красивом городе на земле, пока.